Каратэ Киокушенкай Кан с Тимиртау сравнительно молодой вид спорта, но это не мешает его приверженцам быть амбициозными как на татаме, так и в жизни. Два года назад в городе началось строительство областного центра каратэ. Тогда руководство спортивной секции планировало закончить возведение здания до конца 2014 года, но эта задача оказалась архисложной. Ну вот, то что мы построили, вот это наш подвал. По истечению двух лет все, что построено, это цокольный этаж. По словам инженера-строителя Анатолия Блинова, завершить строительство невозможно, проблемы с финансированием, поскольку стоимость материалов увеличивается с каждым днем. Да и поступление денег на стройку идет в основном от родителей спортсменов, которые хотят, чтобы дети занимались спортом. Окончание стройки мы планируем где-то сентябрь, конец сентября, начало октября 2016 года. Но многое зависит от спонсоров, от финансирования. Сейчас вот в данный момент мы стройку заморозили еще из-за того, что недостаточно финансового обеспечения. Вот сколько денег хватило, выстроили вот это. Несмотря на медленные темпы строительства, идею открыть первую в республике центр каратэ руководство клуба не бросают. Говорят, с появлением в Тюмертау дома каратэ появятся необходимые условия для более качественных тренировок. Для этого закупят весь необходимый инвентарь и оборудование. Кроме того, смогут создать гибкий график тренировок для спортсменов-школьников. Мы подстраиваемся под помещение и под здание для того, чтобы начинать тренировки проводить. И это не совсем удобно, потому что сейчас уже зима там на улице, темнеть становится рано. И многие родители не приводят детей из-за того, что как раз таки темно. И еще плюс дополнительно в школе уроки там делать надо. И за счет этого поток детей сокращается. А если будет когда свое здание, мы уже можем сами назначать время тренировок. Также можно будет и с утра, и в обед, и вечером, и даже по воскресеньям проводить. Планируется, что в достроенном здании, состоящем из семи залов, смогут заниматься порядка двухсот детей в час. Также будут открыты занятия для взрослых. Как отмечают активисты, с появлением клуба, значительно возрастут и спортивные результаты. У кого клубная система, бойцы очень сильные. И сейчас вообще Россия в мировом масштабе по карате очень сильная. За счет того, что они перешли на клубную систему. Потому что там есть все оборудовано, все для того, чтобы заниматься. Не бегают они никуда. И залы оборудованы татами, там, груши, штанги. Все это для полноценного, для полноценных занятий. На сегодняшний день общая стоимость строительства областного центра карате Киукушинка и Кан оценивается в полмиллиона долларов. Эту сумму спортсмены надеются собрать при помощи спонсорской поддержки. И с наступлением тепла планируют продолжить масштабное строительство клуба карате. Искандер Байкенов, Владимир Параховой. Новости Тимиртау.